Куда вы водили своего ребёнка, скажите, пожалуйста? Когда-то в монастырь ходили. Мы пошли туда, она не хотела идти, её туда не пускала. Мы её с ещё одной знакомой просто затягивали. Долго вы это делали? Полчаса упрашивали, чтобы она зашла туда. Как выяснилось позже, те поездки с мамой в монастырь поразили девочку до глубины души. Она до сих пор помнит до мелочей, какие ужасы там увидела. Очень много людей было. Люди падали на пол. Я видела даже, как лаяли. Женщина среднего возраста лает, как собака. Становится на колени, вот так, как собака, и лает. И одна женщина тремя голосами. Там парень из инвалидной коляски подхватился и побежал. Его туда поднимали на коляске, несли двое мужчин. А потом он подхватился и побежал. Я вообще была в шоке. У меня просто разваливалась голова. Такой боли я никогда не чувствовала. Вышла и говорит, мне плохо, я не пойду туда. И мы приехали, у нее сильные головные боли были. У нее такая головная боль была. А зачем вы ее туда повели? Ей туда не надо было идти. Ну почему? Она походила туда, начала есть. Она не ела, не могла есть. У нее психологическая проблема какая-то была. Изгонять беса из ребенка мать решила после странного, с сугубо психологической точки зрения случая. Я села пообедать. Когда глотнула, оно мне просто попало куда-то не туда, куда надо. Я очень испугалась. И я перестала есть. И у меня в рационе пищи, кроме жидкой, как молоко, манки, не было ничего за два месяца. Я похудела, было где-то 38 или 37 килограмм. И подружка мамина посоветовала отвезти меня в Выдубицкий монастырь. Люди, ну вы меня простите, но почему с любой болячкой нужно бежать к бабкам или на вычетку в монастырь? Девочка не кушает, они из нее бесов изгоняют. Ну есть же медики, психологи в конце концов. А потом они удивляются, где же мы нацепляли на себя столько нечисти. Демон ходит за ней. Но мы же вроде пошли в монастырь. Смотрите, пришли люди, которые объективно одержимые. Их лечат, да? То есть и этих демонов выгоняют, поэтому людей там коробят, поэтому они рычат, поэтому вот это вот все происходит. Но куда деваются эти демоны, скажите мне, пожалуйста. Им же надо куда-то деться. Она не была одержимая, не была в ней демона. Она просто подсела. Для вас это прошло незаметно. А у нее, знаете, жизнь разделилась на до и после. Мне так было дурно, что аж страшно. Меня туда заталкивали. Я как пауку хватилась за дверь, они меня силой заталкивали. Мама хотела как лучше, а получилось как всегда. Этот демон питался энергетикой Алены. Отсюда ее необъяснимые болезни. Но прогонять его и делать ритуал я не собиралась, пока мы не поймем значение этих символов. Алены.